...иметь серьёзных последствий, более серьёзных последствий, чем его бездействие в данной конкретной ситуации. Да, со временем, как всё плохого это произошло, как произошло с первым взрывом, со временем это может и сойти на нет. Но в ближайшем обозримом будущем это давление будет расти. И по мере того, как будут показываться покинения жертвы, по мере того, как осознают масштаб этой трагедии. И пока ещё не показывают, ну и раненых показывали, но живых. Это цифры неизвестны. Но живых. А потом, когда узнают цифры, и окажется, что, ну, конечно, это не масштаб Второй мировой войны у нас, когда каждая семья, ну, извините, ну и яркие, очень много семей потеряют свою очередь. И вот тогда это будет осознанно не только в Нью-Йорке, не только в Нью-Йорке, но и страной начнётся очень серьёзное давление. Я же, что на Белый дом. Не на ком? На государственных структурах Америки. А они проморгали, и от них потребуют ответы. Есть с чём я видеть? Ну, я могу только повторить ваш тезис, но, может, это более для меня понятно. Вы представляете, за своими случаями с катастрофой на дорогу, да? На вас наехала машина, да? Первое, что вы делаете, вы с какими-то кулаками бьёте, так сказать, виновного, обличчика, да? Потом вы разбираетесь. Значит, обычная человеческая психология, она вполне понятна. Если машина уехала, когда она... Если машина уехала, это катастрофа, потому что куда деть адреналин? Вызывать гаишника, который должен здесь на месте фигатор, так сказать, да? Я просто думаю, что сегодня вот простой американец, и вся Америка, так сказать, обуина ужасом. Ужасом анонимного врага. Война идёт с неизвестным противником. Неизвестно, против кого сражаться. Значит, нужен либо враг, либо образ врага. Так, образ врага есть, врага нет. Значит, если этот образ врага, как мы сейчас говорили, это, там, скажем, Ближний Восток, исламский фундаментализм, то понятно, что есть опасность ответного удара по созданным образом разноцветным. Это может оказаться катастрофным, опять же говорили, да? Ну, что сумеет сегодня приводить, скажем, американскому народу и, в общем-то, всему цивилизованному власти в Соединенных Штатах, я с ужасом не могу сказать. Я просто не видел за последние годы гораздо более широкого взгляда на вещи со стороны людей, которые деформируют американские, как бы, общественные мнения.